Приветствую вас. Вначале нужно бы исключить физиологическую причину вашего состояния, дабы проверить вас на наличие каких-то физиологических медицинских заболеваний, которые могли бы спровоцировать подобное ваше состояние. И если ничего у вас врачи не найдут, тогда это психологическая проблема, может быть это психотравма, и вам нужно вместе с психологом провести анализ, разбор своей жизни, своих отношений с окружающими людьми, в частности до того, как это с вами произошло, непосредственно момент, с которого у вас начались подобные проблемы, и какое-то время после. Вот если провести анализ и все подробно разобрать, я думаю, причины того, что с вами происходит, можно вполне себе выявить и, соответственно, порекомендовать вам, как их устранить. Я думаю, что причинами, по которым вы стали так себя вести, скорее всего, высокое нервное напряжение и, возможно, стресс, конфликтные ситуации, инфективное желание забыть то, что с вами произошло, негативного я имею в виду, и отсюда сильная мотивация не запоминать и не думать, потому что для вас это, наверное, что-то украшающее, что-то вредное, что-то неправильное и так далее. Но, еще раз повторю, важно, чтобы вы, сперва, прошли полное медицинское обследование и потом подробно, досконтально проанализировали бы свою жизнь непосредственно до момента В-момент и после момента того, что с вами произошло вместе с специалистом, чтобы можно было бы выработать индивидуальные рекомендации именно чисто для вас. Механизм работы памяти достаточно сложен, и я бы сказал, что его нужно разбирать подробно, вот так просто, исходя из того, что вы написали, не совсем понятно, где, в какой области, в какой сфере лежит ваша проблема. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Желаю вам всего доброго и удачи.